Всем привет! Сегодня мы поиграем странную и дюшатную игру под названием OdaLune, которую я не так давно нашёл. Посмотрим, что эта игра из себя представляет. Блин, я зашёл на стартовые экраны, я уже понимаю, что это будет прикольная игра, потому что она, блин, довольно стильно сделана. Окей, VHS, Retrowave. Это очень круто, по-моему. Это прямо сейчас очень круто. OdaLune. OdaLune в VHS-качестве. Это мне сразу напоминает какие-то старые мульты из 90-х, или там даже фильмы старые. С музыкой Hello Meteor. И Color Fiction. Manhattan, октябрь 1986 год. Я дремал всю ночь, 12 дня. Так, а что было написано? Записи от вчера, встречи, отправиться на поезде. Короче говоря, записи, что нужно сделать успеть за день. Мы явно играем за занятого человека. Кстати, здесь можно сохраниться. Или что это? B или X. А, я понял, это, скорее всего, сокращение от B, к на X типа назад. Но это как-то было неочевидно. Прошёл месяц, пора распаковать эти коробки. Чё ж ты такой ленивый, за месяц ты не распаковал. Коробки, вон они у тебя стоят. Блин, ну капец, эта игра красивая. Я просто не перестаю удивляться. Хотя, если присмотреться к моделькам, они все достаточно простенькие. Но благодаря этим шейдерам прикольным, выглядит очень классно. Оу, я зашёл в сортир. Два часа после полудня. То есть, я не понял, чё сейчас было. То я зашёл в толчок. Прошло куча времени, ещё и начало тормозить. Ну, отлично. Отлично. Теперь меня жёстко колбасит. Это как будто такая галлюцинация во время сильной температуры, когда сильно болеешь. Такие же шипы. Кажутся, иногда. Оу. Или это я перемещаюсь по жизни этого человека? Блин, там кто-то есть. Но в вагоне, где я еду, нет никого. Видимо, все изолировались от меня. Я болен коронавирусом. Так, а там кто? Восемь часов, он едет обратно. Как же это круто. Это нереально круто. А, я понял. Это вот это расписание, которое было в ноутбуке. Герой его сейчас проходит. Окей, я приехал в какой-то лес. Эта игра нереально красивая. Что самое главное, она бесплатная. Ссылка в описании на эту игру есть. Вы, в принципе, можете сами поиграть. Так, а это что такое? Это какой-то камень расплавленный. Я в какое-то болото попал. Оу. То есть я зашел в болото и вернулся обратно. Я должен, наверное, что-то найти. Я так понимаю, нужно идти на свечение. Вы знаете, я даже думал шутки какие-то придумать для этого видео, но... Оно настолько атмосферное. Вот эта вот игра, она настолько затягивает, что прямо даже мне никаких шуток генерит. Это и неохота. Она прям погружает в себя. Гош, это с вас скерри. Типа это было страшно. Только я не понял, что конкретно было страшно. И что его напугало. Собаки лают. Вообще ненавижу, когда собаки гавкают. Прямо мне это раздражает. А, там кто-то есть. Впустите меня в свою тусовку. Я не чумной. Я не заразный. Но нет, нам не откроют. Поэтому мы пойдем на синее свечение. Я ничего не вижу, говорит герой. Блин, это очень классно. Десять из десяти. Это просто десять из десяти, пацаны. Интересно, куда придет герой? Вот я сейчас иду по какому-то стремному лесу, заполненному синим свечением. Это вообще в реальности для него интересно происходит или нет? Или может он там в коме где-то лежит и все это в галлюцинациях видит? Или он просто упоролся? Или он в виртуальной реальности? Даже так интересно мне стало, в чем вообще суть происходящего. Куда-то я вышел. На другой край этого болота. А, то есть я прошел через все это болото и вышел теперь к горам каким-то. А еще мне стала интересна, игра линейная или нет? То есть мог ли я найти какое-то другое место? Блин, вот эти вот горы, они выглядят просто, я не знаю, даже мне сложно описать, насколько круто они выглядят. Ну, вообще-то вы это и так сейчас видите. Это просто шедевр, это искусство. Вот че я скажу. Вот сейчас мне эта игра чем-то Skyrim стала напоминать. Но даже в Skyrim ощущения были совсем не такие. Че-то я там нашел. Подойти к этому не получилось, потому что луна начала двигаться. Я, честно говоря, затрудняюсь и писать, че вообще здесь происходит. Но герои плющат прямо очень конкретно. И я вот смотрю на все это и даже представить не могу, как это в принципе сделано. Вообще настолько крутые игры, очень сложно как-то комментировать и обозревать, потому что... Ну вот если игра отстойная, там просто видишь какое-нибудь убогое место и думаешь, о, смотрите как это дерьмово. Ха-ха, давайте посмеемся. А когда игра настолько прямо шикарная, настолько впечатляющая, я могу просто тупо сидеть и офигевать. Вот это можно просто принт-скрин делать, печатать и на стенку вешать. И вот это тоже. Все же как минимум игра не совсем линейна, потому что я иногда теряюсь и мне приходится возвращаться обратно куда-то. Правда в этой игре понятие обратно, оно не совсем применимо, потому что, честно говоря, все настолько здесь быстро меняется, что место, в котором ты уже проходил, узнать можно и не узнать. Потому что здесь все куда-то двигается, все куда-то съезжает. Вот мне кажется, что я и здесь был, но не факт. Вот вы вообще видели такое где-нибудь? Если видели, напишите, потому что я вот такую фигню вообще, по-моему, впервые вижу в играх. Вот, помните, была не так давно большая пиар-компания про какую-то игру, там по сюжету чувак попал в ад и типа из него выбирался. Эта игра была диким разочарованием, потому что, ну, там ад был очень отстойный. И вот теперь посмотрите на свой экран прямо сейчас. Вот так эта игра должна была бы выглядеть. Просто абсолютно нихрена непонятно и очень круто. По-моему, именно такое впечатление должен производить какой-то такой другой параллельный мир, в который попадает человек там после чего-то. Единственное, что я уже абсолютно запутался в этом мире. Как говорит один ютубер, выпал за карту и так и надо. Вот мне бы сейчас это заклинание не помешало на самом деле применить, потому что я уже абсолютно не понимаю, где я, в принципе, нахожусь и куда мне идти. Здесь даже вот стоишь, на камень смотришь, на котором ты стоишь, а он весь изменяется и искривляется как-то. Я сейчас смотрю на экран и я абсолютно не понимаю, куда здесь, в принципе, можно идти, а куда нет. О, развилка, выбор, я могу пойти направо. Или же налево. Это как Стэнли Парабол на максималках. Стэнли сажал какую-то непонятную таблетку. Вот, я, кажется, наконец-то нашел вход внутрь этого замка, который на холме. Это заняло у меня минут так, наверное, 20. И здесь снова выбор идти направо или идти налево. Эта игра, она, знаете, в мозг просто влазит. У меня уже такое чувство, что если я отвернусь от экрана, я то же самое увижу. О, там, походу, конец карты. Неужто там океан статических помех? То есть у меня персонаж как бы в ВИЧС-плёнке, в фильме, как в каком-то из рассказов по SCP, где игроки в баскетбол застряли в видеокассете. Здесь абсолютно невозможно ориентироваться, потому что ничего невозможно запомнить. И, собственно, нет ориентиров как таковых вообще. Может, если поворачивать всё время в одну сторону, я куда-то приду. Так, вот этой херни я, кажется, ещё не видел. Да, это вам не Лару Крофт по подземельям гонять. В этой игре, мне кажется, нужна какая-то способность, чтобы персонажа немножко всё-таки отпускала, потому что понять, где он, в принципе, находится уже, ну, просто нереально становится. Но это, конечно, общая проблема таких крутых инди-игр. Очень неравномерный прогресс, что вначале постоянно что-то происходит, а потом такие очень длинные, нудные места, где можно час ходить и абсолютно ничего нового не встречать. Вот, кстати, и край карты. И здесь уже ясно видно, что вокруг нас находится океан статических помех. То есть наш персонаж, походу, действительно или в какой-то телепередаче, или в кассете. Мне почему-то представилось, что эта реальность, это как бы такая кассета, которую стирают на видеомагнитофоне или перезаписывают. И вот старое произведение, старый фильм, который на ней был, он именно вот так вот рассыпается постепенно. Вон, впереди, явно видно, что-то записывают на эту кассету. Какой-то трэш, небось. Какие-нибудь телевизионные программы. Опа, я нашёл лестницу. Что же вы там, засранцы, такое записываете, сейчас я увижу. Вот это такая игра, которую... А, ладно. Но чтобы её почувствовать, надо в неё поиграть, это факт. О, меня, кажется, отпускает. Ну, отпускает относительно того, что было. По крайней мере, это комната. По крайней мере, в ней есть обои. Здесь что-то шевелится. Ну вот, мой фильм про Средневековье перезаписали на какой-то второсортный хоррор. И игра выпала. Окей, это был очень интересный опыт. Это была игра Ода Луне. Ставьте голографическую розу, если вам понравилось. Короче, ссылка на игру есть в описании. Я, честно говоря, немножко офигел. Так что, всем пока.